доброе утро компания запки у нас автомобиль kia sportage ребят делали ремонт сейчас расскажу столкнулись с такой с таким моментом первый раз все кто в нам ездит знают что нам не принципиально можно допустим приехав на то взять с собой запчасти проблем не будет сделаем на ваших и вот он sportage человек приехал поменять масло и само масло вызвало так сказать подозрение решили перепроверить узнали где он взял не буду говорить но сейчас покажу этот моментик что за масло и почему не стали его заливать итак у нас три канистры перед вами попробуйте угадать где то что называлось маслом до того как попала к нам не будем конечно играть в рулетку это вот правая канистры по цвету выделяется у нас на входе на приемке есть стенд с маслом кто был то знает этой канистре вот она конкретно это три года мы поставили эту канистру для образца и она там стоит пылится вот этому массу год его привезли там но в октябре 2018 вот это масло человек купил на сайте запчастном не буду давать его рекламу и купил довольно таки дешево как потом выяснилось и не задал вопрос нашему начальству чуть позже расскажу вам из чего складывается вообще стоимость масла вообще закупочной и сколько это стоит покажу даже немножко сейчас пока пробежимся конкретно по канистре сделано неплохо честно скажу если бы не то что мы каждый день их крутим соответственно навряд ли обычный сможет отличить подделку нормального масла получается что первое бросилось глаза это крышка ребят на крышке видите как отпечатана сама крышка и вынесена по сферу перфорации open close теперь посмотрите как выглядит на канистре 2016 года там условного выпуска как выглядит крышкой как выглядит крышка на годовалый видите ничего не поменялось нанесено по-другому выпуклая навряд ли одну канистру прям тут переводили оборудование выпустили 10 штучек там в перерывах между семнадцатом и восемнадцатом годами качество соответственно самого пластиковым гладкий темно видеть а здесь он матовый здесь вот он такой наклеечки смутили если видно видно как тень вот здесь вот падает видите она мутная здесь более светлая серенько здесь таким зеленоватым отливом опять же сами обведением букв и тени невнятный здесь все четко плюс на новых канистрах сейчас срок годности он нанесен вот внизу вот здесь вот но сейчас не видно камера не берет вот он идет но видно наверно блики цифр на 16 году действительно видите писали вот он но здесь сделано также но с пробелами видимо перестроили станок пока печатали и наладили пробелы что еще бросилось в глаза из такого явного смутил смущает еще уровень и массу на кору наконец-то видите они такие неровные идут на оригинальных выпуклые и плюс высота они заканчиваются вот на одинаковых уровнях а здесь на одной канистре прям ушло далеко вверх и далеко вниз за счет того что линия узкая уже чем на оригинальной в принципе ребят качество печати тоже оставляет желать лучшего этих наклеек поэтому мы будем лить наше масло нормально человеку его вернем скажу даже ради интереса не гонитесь прям буду дешевизный потому что условно вот эта канистра маслом стоило сейчас если не собрать 1220 это левачное масло нормальное масло идет в пределах там на 1800 1700 сейчас подойду к компьютеру и расскажу вам еще вообще складывается цена на масло и вы поймете что так нельзя и привести даже купив корабль так как обещал давайте с вами все-таки займемся и узнаем из чего состоит цена на масло мы берем оригинальную корейскую программу забиваем сюда масло номер кто может посмотреть на коробке и поисковике находим что сейчас оптовая цена 17,3 доллара за 4 литровую канистру если посчитать на калькуляторе то соответственно финансов три десятых умножаем на стоимость доллара на сегодняшний день вот на яндексе возьмем приблизительно 65 94 помножаем получаем с вами что 4-ка литровая канистра масла стоит 1140 рублей но округляем пример добавляем к этой сумме ндс 18 процентов а сейчас уже девятнадцатый год уже двадцаткой и пять процентов таможенная пошлина на масло и того получается 23 процента плюс 23 процента получается что это 262 рубля добавляем стоимости оптовый получаем 1403 рубля плюс надо учесть что доставка тоже от города пусан южная корея контейнера возом затем из города владивосток до города москвы железным транспортом в общем выходит примерно 100 рублей за 4 литровую канистру вот оттуда 1503 ну на сайте у нас видите продается по 1750 то лишь 247 рублей мы всего добавили не учитывая погрузочных работ не учитывая вообще просто работ любых которые связаны с доставкой этого масла еще куча и можно посмотреть на таможенную декларацию грузовую вот на отдаленномер улица дубнинская 50 b3 не один как раз по нашему адресу и импортер смотрим масло хендай 5 процентов таможенная пошлина и 18 процентов ндс это нужно заплатить государству есть также еще есть декларация соответствие вот она и можно будет проверить посмотрим на каком сайте каждый год нужно делать она действует всего год это декларация на кто занимается тот знает соответственно каждый год от плате деньги чтобы можно было торговать сам маслом сейчас мы перейдем вот видите номер перейдем на официальный сайт вот здесь вот можно его будет проверить саму эту декларацию на подлинность так что можете когда вы закупаете масло потребовать продавца чтобы убедиться что это масло именно зашло по лицензии что еще можно сказать вот фотки живые конечно можно будет сказать что мы выкачали с интернета но это фото погрузки контейнера корее нашей фирмы так что ребят будьте аккуратны и вот как человек делал на стол и все-таки налетел на контрафакт напишите комменты если вам понравилось или если вы хотели что-либо чтобы больше узнать